Приветствую вас, братья и сестры! Пришло время нашего вечернего служения. Я вас сердечно всех поздравляю с праздником Вознесения. Это очень важный праздник для каждого христианина. Это не просто факт того, что произошло когда-то, очень давно. Если вы помните, Христос, возносясь на небо, Он сказал, что вы смотрите, ангелы сказали, что вы смотрите, что этот Христос, который вознесся, таким же образом придет. И вся наша жизнь является ожиданием. Ожиданием, когда Христос придет за нами, когда Христос каждого из нас призовет к себе и заберет нас от земли. Мы помолимся Господу, попросим благословения на это служение. Отец наш Небесный, мы благодарны за то, что Ты когда-то послал Сына Своего, Иисуса Христа, за то, что Он был на земле, Господи, совершал это служение, совершал дело нашего искупления. Мы также благодарны, Господи, за то, что Он пострадал за нас, Господи, за то, что Он через крестную смерть принес нам спасение, искупление от грехов и надежду на вечную жизнь, Господи, надежду на встречу с Тобою. И мы ожидаем пришествия Твоего, Господи, мы ожидаем встречи с Тобою. Мы просим, чтобы Ты приготовлял наши сердца, Господи, чтобы Ты их очищал от всякого ненужного земного, Господи, и чтобы через эти трудности, которые мы проходим в наше время, чтобы Ты приготовлял нас к этой встрече с Тобою. И ныне благослови служение наше, Господи, благослови всех братьев и сестер, которые будут прославлять имя Твое Святое. Особенным благословением и Духом Твоим Святым посети братьев, которые будут возвращать Слово Твое, Господи. А сердца наши приготовь к слышанию Слова Твоему, чтобы оно было как добрая почва. И помоги эти слова сохранять сердце своем и исполнять в жизни нашей. За все Тебя славим и благодарим, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Будем петь общим пением «В день сей Господь вознесся». День сей Господь наш вознесся, «Волона Святого Отца». И грешникам право дается Поверой войти в небеса. Друг мой, приди к Иисусу, Лишь что в нас пусти не поет. Друг мой, приди к Иисусу, И Он Тебя в небо ведет. Друг мой, приди к Иисусу, И Он Тебя в небо ведет. И Он Тебя в небо ведет. Славы Господь наш вознесся, И снова во славе придет. Друг мой, приди к Иисусу, Лишь он всем спасение дает. Друг мой, приди к Иисусу, И Он Тебя в небо ведет. Друг мой, приди к Иисусу, и покажутся на appeared. Другие и knownы. Друг мой, приди к Иисусу, инoglyслову how над져ние Иисусуешься. И источнившись на ПовЗ Ющуу这и. Иисусуешься. «Австатии за новостей». Verse 6-11. And while they were gazing into heaven, as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. Amen. Here in this little segment of verses, the story of the ascension of Christ is described in great detail. We can see that the apostles were questioning Jesus when he will restore the kingdom of Israel. Here Jesus answers them and gives us our first clue. He says that it is not for you to know the times or seasons that the Father has fixed by his own authority. This shows us that we, as believers, will not know the time of his second coming. And that it is for our good to not know when he will come the second time. If we knew the time of Christ's second coming, we would have had the temptation just to relax and live our lives however we wanted. But then in the last minute, we will repent and go to heaven. But in reality, do we actually know when our last minute will be? Another clue that Christ gives us is the descendants of the Holy Spirit upon believers. Here he says, But you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Anyone who has repented and has been born again has received the Holy Spirit. And when we were born again, our lifestyles changed as well. Unbelievers and non-Christians start to notice that we, as Christians, are a bit different. Different in a good way. They begin to notice that it's as if though we have happiness inside. Especially during times like this with the pandemic, they may notice that we aren't too worried about what's going on in the world. And this is exactly what Christ wants us to do. He wants us to be his witnesses. We should even share the reason why we have this hope in bad times like these. This would bring more people to Christ. And our third clue is that Christ will come back the same way he ascended into heaven. Now, in the verse, it talks about how Christ, with a physical body, ascended right into heaven. It was a really surprising event. Two men, most likely angels, had to tell the apostles that he will come back exactly the same way as he went up. Now, this also gives us a better clue of how the second coming will happen. It shows us that we won't just disappear or vanish. We'll be raised into heaven with our physical bodies, higher than the clouds. Now, that will be an amazing day. So, after reading and digging deeper into this section, we see how Christ's second coming will happen. First, we need to remember that we will never know the exact date of Christ's second coming. Second, we will receive the Holy Spirit. This has already actually happened. That's why we celebrate the day of Pentecost. And third, Christ's second coming will happen just like he ascended into heaven. This shows us that two out of three clues have already happened. But this doesn't mean that all we've got to do is now just sit and wait. Jesus left us to fulfill a job. If we open Mark 16.20, we see the ascension of Christ through the perspective of Apostle Mark. Here it says that before Christ arose to heaven, he commanded us to go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. This shows us that we need to preach to all people. Whether we preach with our lives or with our actions or we preach by word, Jesus commanded us to do so. That more people may come to him and be saved. May God give us the strength to inspect our lives, to see if we are prepared for his second coming, and that we may preach to all people and bring more to him. Let us pray. Amen. I want to thank you for this day that you have gathered us here together. I want to thank you that you described to us your second coming so that we can be prepared. Lord, please give us strength so that we do prepare ourselves, we do not relax, and so that we continue to serve you. Lord, I please ask you to bless the rest of this service that I may be to your glory. In your name we pray. Amen. 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 Нему прильнуть. Я взойду сегодня с ним на гору. Я хочу с Христом сегодня быть, чтобы свет с небес открылся взору и надежду в сердце мог вселить. Вот и я уже с учениками, и Господь со мною говорит, Дух Святой сойдет и будет с вами. Он утешит вас и одарит. Вот Господь воздел над нами руки, чтобы нас на труд благословить. И поверьте, нету большей муки, чем смотреть, как Бог стал уходить. Он вознесся между облаками, но я знаю, так же вновь придет. Мне об этом ангелы сказали, и свою Он церковь заберет. Только верьте, только люди верьте, чтоб от вас навеку не ушел. Аминь. Вознесение, нежно прекрасное, в этом слове для всех христиан. Это небо, где мы будем счастливы, где отсутствует злой и обман. Вознесение, нежно раздавание, то, что в жизни бывает, подчас бывает, подчас. Вознесение, нежно встреча с десут в вековании, как детей будет радовать нас. Вознесение, дарит Скупителя, вера твердая в милости час, Для всех их прозвучит удивительно Звук трубы и архангела в глаз. Вознесение, нераснование, То, что в жизни бывает подчас, Это встреча, светочка, микование. Как детей пройдет радовать нас. Манит облако легкое, светлое, Нас сюда Иисус позовет. И покинем на веке планеты мы После трудностей, всех и забот. Вознесение, нераснование, То, что в жизни бывает подчас, Бывает подчас, Это встреча, светочка, микование. Братья и сестры, когда мы с вами рассуждаем о вознесении, Мы вспоминаем не только то событие, которое произошло с Иисусом Христом, Но я вспомнил вознесение, которое произошло когда-то давно. Если вы помните, Енох написано, и вот он тоже, он тоже вознесся от земли. О нем мы читаем, что он не увидел смерти. Что интересно, как этого достичь? О нем написано, что он ходил пред Богом, и его не стало. Потому что Бог взял его к себе. И когда мы будем сегодня слушать Слово Божие и вспоминать праздник вознесения, Пусть каждого из нас благословит Господь, Вот действительно так вот ходить пред Господом, Что Бог взял нас к себе. Сейчас мы, вставши, будем петь общее пение, «Прихожу к Тебе с хвалою». Чудеса Твои велики и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, И другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, И другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Буду петь Тебе я, славить вечно, За Твою любовь и милость, Что даришь Ты нам с небес. Буду петь Тебе я, славить вечно, За Твою любовь и милость, Что даришь Ты нам с небес. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, И другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. Ты один достоин всей хвалы, Мы возносим к небу руки, к Тебе радуемся мы. Ты один достоин всей хвалы, Мы возносим к небу руки, к Тебе радуемся мы. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, И другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. Я также желаю поздравить вас с этим праздником, и действительно оно имеет для нас, детей Божьих, большое значение. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 7 стиха. Но я истину говорю вам, говорит Христос, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И действительно, братья и сестры, слава нашему Господу, который совершил этот путь спасения рода человеческого и вознесся к Отцу Своему для того, чтобы Дух Святой был послан на землю. И мы с вами сегодня можем жить и иметь Духа Святого в сердце нашей, в жизни нашей. Я предлагаю вместе еще раз прочитать то, что уже первый брат перед нами читал на английском языке. Я прочитаю на русском и тоже поделюсь некоторыми мыслями из этого события. Давайте мы откроем Деяние Святых Апостолов, первую главу, и я буду читать 9 стиха, простите. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии с субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали ученики Иисуса Христа. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на жизнь нашего Господа Иисуса Христа и на основные события, яркие моменты Его служения. Мы знаем о том, что наш Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы примирить нас, людей, своих, с Отцом, с нашим Творцом и Создателем. И мы знаем, что Он родился от Девы Марии. И это первое, что сделал наш Господь Иисус Христос для спасения нашего. Следующее такое большое служение и событие в жизни Иисуса Христа – это крещение Его в Иордане. Сразу после крещения наш Господь Иисус Христос был искушаем от дьявола в пустыне. И мы знаем Его победу, мы знаем Его торжество над дьяволом и над грехом. Следующее, после этого мы знаем о том, как наш Господь Иисус Христос преобразился на горе Фавор пред учениками. Это праздник преображения мы празднуем. Затем мы празднуем, мы отмечаем смерть нашего Господа Иисуса Христа за грехи наши. После этого мы знаем, что на третий день наш Господь Иисус Христос воскрес. Мы праздновали этот праздник недавно. И вот в течение этих сорока дней мы, встречаясь, приветствовали друг друга этими праздничными словами, этим радостным восклицанием, что наш Господь Иисус Христос воистину воскрес. И вот сегодня мы отмечаем следующее, такое знаменательное событие в служении и жизни нашего Господа Иисуса Христа. Это Его вознесение. Братья и сестры, излияние Духа Святого было бы невозможным, если бы Господь Иисус Христос не вознесся. И я прочитал это место в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 7 стихом. И Христос сам говорит, если я не пойду, утешитель не придет к вам. И благодарение, братья и сестры, нашему Господу за то, что Он вознесся во славе. И мы знаем, что прошло некоторое время, и Господь Бог посылает Духа Святого на землю. И мы читаем дальше в этой первой же главе, мы читаем это чудесное событие о том, как Дух Святой посещает, посетил землю, посетил детей Божьих. И сегодня Дух Святой живет в сердцах детей Божьих. И слава и благодарение Господу за это. Братья и сестры, мы прочитали это место, и это событие, которое происходило. И мы видим, что сказав сие, то есть выше мы читаем о том, что ученики задают Христу вопрос. И Христос спрашивали его, не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? И Христос дальше говорит им, что не ваше время знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. И дальше в 8 стихе мы читаем, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Брат передо мной уже отметил эту мысль, братья и сестры, что мы, дети Божьи, спасенные Иисусом Христом, мы должны свидетельствовать. Мы должны свидетельствовать людям, окружающим нас, о том, что Господь сделал в жизни нашей. И о том, что Господь делает и продолжает делать в жизни нашей. Мы знаем также, что вот эти ученики, когда они смотрели на Иисуса Христа, Он поднимался в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг пристали им два мужа в белой одежде. Я бы хотел, чтобы мы представили состояние или то, что наполняло учеников в этот момент, когда они видели своего Господа восходящим на небо. Эти ученики, они уже находились в таком смущении, когда Иисуса распили, когда Его положили во гробе. И мы знаем состояние учеников, насколько они действительно были в таком печальном состоянии. И вот приходит воскресенье. Иисус воскрес, Иисус является учеником, Иисус является женщином, и многим Иисус Христос являлся на протяжении этих сорока дней. Я понимаю, что состояние учеников, оно как бы изменилось, оно наполнилось радостью и смыслом, что с ними Христос. Да, Его распили, Он умер, но Он воскрес, и Он вновь с ними. И проходит этот короткий промежуток времени, сорок дней, и Иисус вновь оставляет их. Я понимаю, что ученики находятся в таком состоянии, в тяжелом состоянии. Они не хотели бы, чтобы Иисус оставлял их. Но мы видим, что это событие происходит, и Иисус восходит от них. И они в таком состоянии, ожидая и смотря на небо, видят ангелов. И мы прочитали это место, когда ангелы сказали им, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Что вы стоите и смотрите на небо? Я полагаю, что ученики знали, чем закончится все это событие, потому что Христос неоднократно говорил им об этом. И они говорят, сей Иисус, этот же самый Иисус, возневшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Братья и сестры, мы с вами сегодня ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. Ученики вот в своей жизни, они тоже ожидали Иисуса Христа. И вот прошло уже две тысячи лет, и дети Божьи всегда ожидают приход Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем, что Господь Иисус придет скоро. И мы прочитали о том, что придет сей Иисус. Этот же Иисус, который был с вами, этот же Иисус, который совершал чудеса, быв здесь на земле, этот же Иисус придет снова. И придет, братья и сестры, не для того, чтобы вновь умирать за грехи человеческие, но для того, чтобы взять от земли искупленных своих, взять от земли тех, кто отдал, кто посвятил свою жизнь Господу Иисусу Христу, кто живет сегодня с Ним в сердце, в разуме, в мыслях каждый день. Братья и сестры, сегодня время для того, чтобы каждый из нас проверил себя. Проверил себя, насколько я, как Дитё Божие, ожидаю Иисуса Христа. Насколько я, вот эта мысль сама, что Господь Иисус Христос скоро придет, она меня радует, она наполняет мое сердце радостью и желанием этой встречи. Или есть другие какие-то дела поважнее, которые мне еще нужно закончить, которые мне еще нужно сделать, и прихода Иисуса Христа как бы конфликтует с моими планами. Друзья дорогие, желание моего сердца, чтобы каждый из нас, те, кто обратились к Богу, кто отдали сердце свое Ему, чтобы каждый из нас желал этой встречи. Он придет, сей Иисус придет вновь для того, чтобы взять своих от земли. Братья и сестры, я также хотел обратиться к тем, кто, возможно, не ожидает Иисуса Христа второй раз, потому что понимает, что это будет не во спасение, кто еще не имеет отношений с Господом, кто не отдал свою жизнь Господу, не посвятил себя Иисусу Христу. И для вас эта встреча страшна. Я хочу обратиться сегодня и к вам и сказать о том, что сегодня вы можете исправить это положение, сегодня вы можете наладить эти отношения с Иисусом Христом. И тогда для вас эта встреча тоже будет радостной, тоже будет желанной. Благослови каждого из нас, Господь, братья и сестры, и тех, кто ожидает Господа, и тех, кто боится этой встречи с Господом, для того, чтобы сегодня принять это решение и примириться с Господом Иисусом Христом. И тогда не страшна встреча, потому что Господь придет для того, чтобы взять своих от земли. И там вместе с Господом мы будем. Благодарение Ему за это и слава нашему Богу. Аминь. Наш Господь Иисус, слава и благодарность Тебе за то, что Ты пришел на эту землю для того, чтобы спасти весь род человеческий. Слава Тебе и благодарность, Господь, за то, что Ты вознесся во славе и за то, что Ты послал Духа Святого, который сегодня пребывает в детях Твоих, искупленных кровью Твоею. Слава Тебе и благодарение за это. Господь, молитва моя к Тебе, чтобы Ты сегодня благословил всех детей Твоих по всему лицу земли, чтобы Ты посетил нас радостью, чтобы Ты посетил нас миром Твоим, чтобы Ты посетил нас, Господи, готовностью ко встрече с Тобою. Благослови нас, Господи, благослови народ Твой по всему лицу земли. Помоги нам не бояться, не страшиться, но ожидать пришествия Твоего. Я также хочу помолиться Тебе, Господь, о тех, кто боится пришествия Твоего, Кто не готов ко встрече с Тобою, Господь, чтобы Ты стучал, чтобы Ты, Господи, милостью своей достучался до сердец таковых. Ты смягчай сердца грешников, и пусть любовь Твоя, она влечет их к себе. Молю все это во имя Твое, во имя пролитой крови Твоей, наш Господь и Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Не хочется, Господь, чтоб Ты меня по жизни вел, без всяких испытаний, без мук души. Без больных разочарований, без боли, без палящего огня. Но Ты меня по-своему ведешь, Твои пути всегда неследимы. Когда я счастья жду, проводишь мило, Учить смиренью Ты не устаешь. Прости меня, Господь, прости меня, и помоги с пути Твоих не сбиться. Я слабый человек, и мне ни дня нельзя прожить, чтоб так не помолиться. Прости, прости. Стараюсь часто я предугадать, что ждет меня за новым поворотом. Как будто я могу исправить, что дам, На ход забыть и как на повлиять. Но Ты меня по-своему ведешь, Твои пути всегда неследимы. С Тобою счастье не проходит мимо, С Тобой всегда в душе моей светло. Прости меня, Господь, прости меня, и помоги с пути Твоих не сбиться. Я слабый человек, и мне ни дня нельзя прожить, чтоб так не помолиться. Прости меня, Господь, прости меня, Господь, прости меня, и помоги с пути Твоих не сбиться. Я слабый человек, и мне ни дня нельзя прожить, чтоб так не помолиться. Прости, прости. Братья и сестры, какие у вас возникают ассоциации, когда мы слышим слово «вознесение»? Не правда ли это слово связано с чем-то, что поднимается вверх? В английском есть два слова – ascent and descent, и всего лишь разница в приставке. Одно означает «вверх», другое «вниз», «up and down». И знаете, иногда вот это движение и вознесение, праздник вознесения, и само понимание вознесения, оно противоречит всяким законам земного притяжения. Оно направлено вверх, оно не направлено вниз. Иногда оно мне, может быть, напоминает даже вот нашу печальную историю с боинговским самолетом 737 MAX, когда пилот пытается его поднять и нос поднять вверх, чтобы он взлетал, а вся эта компьютерная программа, вся напичканная электроника его вниз и вниз толкает. И действительно, мы в жизни нашей встречаем многое, то, что нам встречается, то, что пытается нас убрать наш взгляд от вознесения, о том, чтобы мы больше вниз смотрели. Мы такой псалом замечательный когда-то пели. И праздник вознесения, он как раз к этому направлен, чтобы мы преодолели вот это земное притяжение, чтобы мы посмотрели. Наверх, чтобы мы обратили взоры наши наверх. Мы часто слышим призыв, и я тоже призывал к этому, что брать-сестры нужно молиться, чтобы и вирус прекратился, чтобы могли собираться. Ну, задумываясь, может, действительно Господь сделал так, чтобы мы обратили внимание на то, что происходит вокруг нас. Может быть, чтобы эта ситуация настолько нам надоела, чтобы мы не молились, чтобы вирус закончился. Может быть, молиться нужно, чтобы Господь пришел и обращать наш взор и наше внимание на небо подальше от этого земного притяжения. Давайте мы сейчас вместе с вами будем петь общее пение «О, какой нам путь открылся». И, братья и сестры, когда мы будем петь, когда еще слово будем Божие слушать, если Господь кого-то из вас обличает и побуждает помолиться и покаяться, и действительно приготовляться к этому пришествию, преодолевать это земное притяжение, вы можете преклониться там, где вы находитесь, и помолиться, и Бог будет благословлять вас и давать вам силы. Давайте будем петь. ПЕСНЯ 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 В крутости для всех трудился, Был распят потом восстан. Сорок дней на воскресенье На земле я внесся всем, Дав Тебя на осмотренье, Он Твому верил тем, Он подал им обещание, Что он Бог святой пошлет, Чтоб колбольское страданье Принеслось Твой славный плод. Он собрал потом на гору Всех апостолов Своих, Видел был праздному зору, Как вознесся в идее. Вдруг два поза им предстали, И сказали, Иисус, Как вознесся, привидали, Так опять придет вас слух. Приветствую всех, братья и сестры, И поздравляю с этим праздником, вознесением Господа нашего Иисуса Христа. Но, кажется, вознесение Господа, Он, наоборот, уходит от земли. И ученики были в таком смущении, и расстройстве в каком-то, Пока Он их не благословил. Вы помните? Он благословил своих учеников там, на этой горе Лионской, С которой Он возносился. И это благословение дало им возможность потом с радостью возвращаться с этого места. Но что важное? Христос прощается с учениками. Он перед вечерей с ними беседовал и говорил, что лучше для вас, чтобы я пойду. И здесь, вот там, на горе, Он сказал важные слова. Я прочитаю эти слова. Матфей не пишет о вознесении, но он пишет последние слова Господа нашего Иисуса Христа. 28 глава, с 18 стиха прочитаю. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И когда мы читаем Деяния апостолов, то Христос говорил ученикам, что «Вы оставайтесь в Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше, и вы будете Мне свидетелями». Это вот последние слова, которые оставлены Христом на земле. Я хочу обратить наше внимание на Иоанна, 17 глава, 4 стих. Это слова Иисуса Христа на вечере и после вечери. Он говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил Мне». Господь сделал все, что поручил Ему Отец Небесный. Все сделал для нашего спасения. И здесь Он потом скажет уже на горе преображения, что «Дана Мне всякая власть». На горе, когда Он возносился, Леонской горе, извиняюсь. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Что это значит, братья и сестры? Это полная власть. Мы с такими людьми, наверное, не встречались еще. С императорами, царями и прочее. Но когда сравниваешь с властью Христа, вот этих земных правителей и властей, то они так тускло выглядят. Он говорит, «Дана Мне всякая власть». Вы знаете, первосвященники и фарисеи, они озадачивались и говорили Ему, «Кто тебе такую власть дал?» Он говорит, «Дана Мне всякая власть». Он говорил слово со властью. Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Его слово было со властью. Он отвечал за свои слова. И люди приходили от этого слова в смущение. Даже его начальствующие видели, что он говорит. И за этим стоит какой-то авторитет сильный. Хотя они ему и противились. Он учил, как власть имеющий. Какая власть была у Христа еще на земле? Это он сказал уже после своего воскресения, что «Дана Мне всякая власть». Но он, живя на земле, также поступал со властью. Он имел власть исцелять. Помните? Парализованных, слепых, больных, коллег, одержимых бесами. Бесы трепетали от его власти. Мы знаем, кто ты. Святый Божий. Помните, гадаринские бесы закричали. Ты пришел раньше времени мучить нас. Они в страх приходили. Он имел на земле власть природой управлять. Помните, как он бурю усмирил, и ветер утих, и дождь перестал. И ученики приходили в смущение. Общались с ним. Говорят, кто сей, что и ветер, и буря повинуется ему? Дана мне всякая власть. Он даже имел власть рыбу в сети загонять. Помните, когда Петр ничего не поймали? Христос говорит, заплывите подальше туда. И сеть забросьте по правую сторону. И вытаскивает сеть уже с трудом. Два раза это было с Петром связано. И это он делал. Какую власть он еще имел? Он имел власть мертвых воскрешать. Он Лазаря за неделю перед своими страданиями воскресил, который уже смердил. Кажется, ну все, это уже безнадежно. Ладно, в обмороке, больной там, или литургический сон, который впадают люди. Это мертвый смердит уже. Уже полный крест люди поставили на нем. А он говорит Марфе, если будешь веровать, то увидишь славу Божию. Он имел власть смерть, и перед ним уходило. Уже от такого, кажется, разложившегося тела Лазаря. И он имел эту власть. Что он еще имел власть? Прощать грехи. Помните, как он парализованного исцелил, которого четверо принесли. И первое, что он сказал ему, это прощаются тебе грехи. И тут люди, и фарисеи, как правило, они в этом усердствовали. Говорит, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Он, разумея их мысли, говорит, а что легче сказать? Прощаются грехи? Или встань, возьми постель свою и ходи. Чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Говорит этому парализованному. Встань, возьми постель свою и ходи. Перед ним замолкали все. Все лукавые языки. Возвратимся к власти словам, которые говорят, позволительно ли давать подать кесарю. Он, покажите динарии. Они показали. Говорит, что изображение? Кесарева. Кесарева кесарю. А Божие, Богу отдавайте. И после этого они уже замолкали. Это была власть у него. Дана мне всякая власть. У него была власть грешников спасать. Он знал их сердца. Он был милосердный. Он пришел ради одной хананиянки в страны Тирские и Сидонские и исцелил эту бесновавшуюся дочь. И мать возрадовалась. Он больше там ничего не делал. Вернулся. Помните, 38 лет больной лежал. И он его знал, что он там лежит. Он знал не только о парализованном. Он знает все о нас. И у него есть власть над нами. И для нас. И в нашу пользу. Друзья, дорогие, слышащие это слово. Он дает прощение грехов. Он спасает. Когда его упрекали, он говорил, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию. Он дает жизнь вечную. А фарисеи все спрашивали, какую властью ты это делаешь? Опять лукавили. Он говорит, и я вас прошу. Крещение Иоаннова с небес было ли от человеков? А они не знают, как ответить. И так не ответишь, и так не ответишь. Говорит, не знаем. Говорит, и я вам не скажу, какой властью. Вы воочию видите, какой властью я это делаю. И не хотите согласиться с этим. Братья и сестры, друзья, дорогие, мы с вами имеем дело с тем, которому дарована всякая власть на небе и на земле. Когда мы читаем притчи Соломона, 29 глава, 26 стих, написано, многие ищут благослонного лица правителя. Ну, судьба человека от Господа. Люди в этом мире, ну, все этим пронизано, абсолютно все структуры, и государственные, и на предприятиях, и в Америке здесь только по знакомству. В основном, наверное, на 90%, по какой-то рекомендации, по знакомству, и чем выше положение, чем человек занимает, тем люди более стараются к нему приблизиться как-то, войти в дружную, знакомых. Говорит, познакомь меня вот с тем, или вот с тем. Найти какой-то... А для чего? Для того, чтобы иметь что-то от этого человека. Ну, и такие напыщенные эти начальники, с кем желают знакомиться, с кем желают не знакомиться, благосклонного лица правителя люди ищут. Для чего? Для того, чтобы что-то иметь от них. Говорит, многие ищут благосклонного лица правителя. Друзья, дорогие, к нам сегодня обращается тот, которому дана всякая власть, не только на земле, на небе. Ангелы и архангелы ему повинуются. Он сказал, я могу сейчас позвать, имею власть 12 легионов ангелов, и они придут туда, в Гефсиманию, где его арестовывали. Он имел эту власть. И он такой же, вчера, сегодня и вовеки. Но почему-то у нас бывает к человеку больше, мы надеемся на человека, что вот такой-то человек нам поможет, вот к нему-то обратиться надо, или вот к этому надо обратиться. Люди взятки несут, коррупция эта развивается, несчастные люди. Христос смотрит на нас, на этих бедных грешников, которые ищут помощи. Он говорит, мне дана всякая власть. Он царь царей и врач врачей, и Господь господствующий. Это Он к нам отбращается. И Он дал нам, желает этой властью с нами даже поделиться. Когда мы почитаем 1 Иоанна, Евангелие Иоанна 1, 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Он нам дал власть быть Его детьми. Он нас усыновил. Вот этот усыновил, которому дана всякая власть и на небе, и на земле. Мы Его дети стали. Мы во всякое время можем к Нему без записи и очереди приходить и обращаться. И Он слышит, слышит искреннее сердца. Даже слышит тех, которые и молиться не умеют. Он так их еще лучше бывает слышит, чем те, которые умеют очень хорошо молиться. Он детский лепит, понимает. Я вспоминаю рассказ про одного мальчика, которого усыновить хотели родители. Нет, который мальчик больной лежал в больнице. И мама к нему долго не приходила. И он тете передал записку, написал ей письмо, а писать-то не умел. Крючочки нарисовал там и передал. Говорит, маме отнеси по соседству. Она маме принесла. Мать взяла эту записку и расплакалась. Все поняла, что сынок хочет. Быстренько собралась и в больницу побежала к этому сыночку. Он наш лепит детский, понимает. Он движение мыслей наших знает. У него такая власть. Смотрите, какую любовь дал нам отец. Это тот, которому дана всякая власть. Чтобы вам называться и быть детьми Божьими. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем, что когда откроется, вот о том, что откроется, мы еще обратим внимание. Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду, какую надежду? На встречу с тем, реальную встречу с тем, кому дана всякая власть. Будем подобны Ему. Всякий, имеющий эту надежду, очищает себя так, как Он чист. Он заделал нас причастниками Божеского естества. Апостол Петр пишет. С нами Он разделяет даже власть эту. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Для чего Бог в удел нас взял, братья и сестры? Чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Бог нас себе призвал, чтобы мы вот этого, которому дана всякая власть, другим рассказывали. Не просто пользовались сами. Вот мы с ним познакомились, встретились и все, и никому не говори. Да нет, Он к нам идет на встречу. Вы знаете, начальство, как стал начальник, это недоступный становится. Он сам идет на встречу, говорит тому, кому дана всякая, которую Вселенную держит в своих руках. И говорит, вы ко мне придите, и я вас успокою. И у всех, у кого покоя нету в это мятежное время, в сердце, придите к нему, тому, к кому дана всякая власть. Так вот, людей с ним познакомить, он нас призвал для этого, чтобы мы искали людей и рассказывали про того, которого приемная открыта все время, и которому все-все вы можете рассказать, и который обязательно правильно вас поймет. Он говорит, что вы будете мне свидетелями. Я прочитал Матфея, там сказано, и так идите. Вот мы узнали того, кому дана всякая власть, которая исцеляет, любит, прощает, спасает, жизнь вечную дает. А что теперь делать нам? Он говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот эту весть об этом самом великом расскажите всем. Научите. И не просто научите, а уча их соблюдать все, что я повелел вам. Чтобы учить кого-то соблюдать, то самому надо соблюдать. Правда? Иначе не получится ничего. Я могу учить вас плавать, если я плавать не умею. Изучил просто книжки о плавании, а сам в воде ни разу не был. Поэтому на нас ответственность, братья и сестры. Нам надо познавать его больше, кому дана всякая власть. Чтобы мы могли и другим возвещать, апостол Павел пишет, живите достойно благовествования Христова. И он желает познакомиться со всеми, от младенцев и до стариков, от высоких и до самых бомжей, низких, низкого сословия, от святых в своих глазах, до самых падших грешников, которые опустились. Он желает познакомиться. А наша задача этих людей ко Христу приводить, рассказывать людям об Иисусе. Расскажите людям об Иисусе. Расскажите просто и доступно. Но мы еще о Вознесении ничего не сказали. 1 Тимофею 4,16 написано. «И беспрекословно, великое благочестие тайно, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан народах, вознесся во славе». Я не буду останавливаться на каждом этом выражении, что сказано о нашем Господе, что сказано о том, кому дана всякая власть. «Вознесся во славе». И мы уже слышали с вами, думаем, ну, а какое значение Вознесение для нас имеет? Да именно вот в Вознесении и в 14 главе Иоанна нам даны обетования о Его Втором пришествии. Помните, что в 14 главе, с чего начинается эта глава? Это было тоже на вечере Господне, перед его страданиями. Он говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего, кому дана всякая власть, Он говорит, обителей много, комнат много, жилища там, там дом у вас приготовлен, нерукотворенный, вечный. И если это же не так, если вы думаете, что вам места не хватит, то я обещаю вам, я говорю простым языком, я иду и приготовлю вам место, и я опять приду к вам». «Для чего?» «Возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Я с вами хочу быть во все дни до скончания века, во все времена, навеки, желает с нами быть. Он говорит, «Я вас к себе заберу». Если он обещал забрать, то заберет. Обязательно заберет. Как тот мальчик, который болел, вся семья умирала от холеры, все и братики умерли, и папа. И он маме говорил, «А вот когда ты, мама, умрешь, то я с кем буду?» Она говорит, «Тебе Христос придет, и он тебя приголубит». И вот когда маму похоронили, он сидел все на кладбище и ждал, пока один господин какой-то проходил и обратил на внимание на этого мальчика, и говорит, «Пойдем, сынок, я за тобой пришел». Говорит, «Что ты придешь, то я-то знал. Ну, как же долго я вас ждал». Он верил этому. Этот господин, богатый, почтенный, забрал его к себе на воспитание. Он обязательно придет, друзья мои. И хоть нас смущение приходит, собраний не можем иметь, да, что нам делать? Вечерю не совершали уже два раза. Я думаю, следующее вечеря будет. Если только сердце наше томится о нем, и мы ожидаем его, мы желаем иметь встречу с ним. А ученики, у них одно на уме было до самого конца, пока вот не благословил он их, и пока Дух Святой не сошел. Там, на горе, Илеонской, они говорят, «Ты царство Израилю не сейчас ли восстанавливаешь?» А он говорит, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». В вознесении Господа нашего Иисуса Христа для нас важны также слова ангела, который явился смущенным ученикам, которые в растерянности стояли и на небо смотрели. И возникал вопрос, «А что дальше?» А он сказал им, «Что вы смотрите на небо? Семь Иисус, вознесшийся от вас на небо, Он придет таким же образом». А каким образом, братья и сестры? Мир видел Христа возносившегося? Мир не видел. Там было 120 учеников, которые потом из собрания собирались. Они видели, только те, которые любили Его. Да, не все они, может быть, понимали. Недоверчивые, но они были Его дети. Он их любил. Он за них посвятил Себя. Все Иисус придет таким же образом. Мир последний раз Христа на кресте видел, распятого. Больше мира не видел. Христос только являлся своим ученикам, которые веровали в Него и которые любили Его. В следующий раз для мира Он явится на суде. А для нас с вами Он придет и возьмет нас к себе. когда мы читаем первое Фессалоникийцам 1-9, там такие слова написаны. 9-10. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, запишет апостол Павел. «И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Я придерживаюсь позиции, что первое событие великое, которое совершится, это восхищение церкви. Этот стих ярко говорит об этом. Он говорит о Фессалоникийцах, говорит, «Вы обратились к Богу от идолов». Это первое, что человек должен сделать. Покайтесь и обратиться. От идолов обратитесь. Апостол Иоанн говорит, «Дети, храните себя от идолов». Бывает, человек и к Богу обращается, и к идолам обращается. Что такое идолы в наше время? Идол это вообще то или кто-то, или это вещь, которая занимает место Бога в нашем сердце. Это идол. Место Бога никто не должен занимать. ни отец, ни мать, ни жена, ни дети, никто. Когда на браке приходится зачитывать, я говорю, вы это любите друг друга, но идола друг с друга не делайте. И сейчас много идолов. Это ж к верующим говорил апостол Иоанн, говорит, храните себя от идолов. Ну, самый большой идол это сам себя, я для себя. Это наш эгоизм, это наше я. И все остальное этого идола кормит. А Христон говорил, кто хочет идти за мною, что сделай? Отвергни себя. Отвергни себя. Этого вот идола, его гнуть всю жизнь нам надо. Отвергать его, не давать ему места в нашей жизни. Тем более место Богу. Божие место в нашем сердце, чтобы идолу не принадлежало. Он говорит, вы обратились, у них было многобожие, у фессалоникийцев, это были язычники, обратились к Богу от идолов. Для чего? Чтобы служить Богу живому и истинному. Это второе. Чтобы служить Богу живому и истинному. Бог наш Бог живой. Апостол когда-то возмутился, помните, в Ариапаге, там от множества идолов. И там нашел жертвенник неведомому Богу и говорит, вот этого там, которого вы не знаете, не зная, чтите, я вам проповедую. И что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Это тот, которому дана всякая власть на небе и земле. Он все дает человеку. Мы пользуемся этим. И не надо думать, что божество подобно золоту или серебру, или там животному, или птицам, получившим от искусства и образ, подобно образу человеческому. он там говорит о Господе Иисусе Христе, о Его воскресении. Ну, они послушали и, к сожалению, говорит, послушаем тебя в другое время, когда он стал говорить о том, кому дана власть на небе и на земле, они отказались. А некоторые пришли к Павлу, обратились и покаялись. Это 17 глава Деяния апостолов. Чтобы служить Богу живому и истинному, братья и сестры, вот цель нашей жизни. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно желать. Псалмы-то поем мы об этом. Жить для Христа. Он отдал себя за нас, чтобы живущие уже не для себя жили, но для того, которому дана всякая власть, который возлюбил нас, который собой за нас пожертвовал, чтобы мы для Него жили. Апостол говорит, для меня жизнь, Христос. Чтобы этому Богу служили от всего сердца, искренним сердцем. Почитайте, в Библии много написано, как служить мы должны Богу живому и истинному. И третье, что мы призваны делать, 10 стих, ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, обратите внимание, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. А что такое грядущий гнев? Христос говорит, Матфея 24 глава, Луки 21 глава, это дни великой скорби, которые еще наступят. Это будут дни Антихриста. И Он избавляет нас не в грядущем гневе, а от грядущего гнева. Ибо Он нас призвал не на гнев, но к получению венца. Так написано. Поэтому мы верим, что Господь заберет своих от этой земли. Условия, которые мы прочитали, вот здесь 1 Фессалоникийца есть «Чтобы бы мы ли ожидающими и желающими пришествия дня Онова». Это 2 Петра 3,12. «Ожидающими и желающими». Евреям 12 глава 14 стих написано «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой что? Господа никто не увидит». Друзья мои, это говорится к возрожденным, к освященным, к призванным. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Ну и третье, хочу сказать, написано 21 глава Луки 36 стиха. Прочитаем Луки 21 глава 36 стих. Можно даже 34 проситать. «Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли». И 36 стих. «И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех-сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого». Здесь выше он говорит о тех событиях великой скорби, о тех бедствиях, и говорит, как и так, итог подводит, бодрствуйте и молитесь, бодрствуйте и молитесь. Вы много слышали проповеди о бодрствовании, что это значит? Чтобы нам не спать, чтобы масло у нас было, чтобы светильники наши горели, чтобы мы ожидали жениха нашего, если мы его любим. Покажите мне ту невесту, которая любит и жениха не ждет. Я не поверю в эту любовь. А у нас бывает вот такая любовь. «Молю любовь твою дарую, мою возгрей и оживи», поем псалом. Он желает, чтобы мы его любили и ожидали. Мы всегда в разлуке ожидали, очень ожидаем тех, кого мы любим. Правда? Да Господь во второй раз придет не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. А если ожидаем и любим, возлюбили его явление, как апостол Павел говорит Тимофею, что он даст венец возлюбившим явление его, будет венцы давать. это уже будет судилище Христова, когда он церковь свою возьмет от этой земли. Что еще нам нужно для того, чтобы готовиться к восхищению? Написано 2 Петра, 1 глава с 5 стиха. Итак, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей. Мы все верующие и в нашей вере мы что-то показываем. То ли лицемерие, то ли еще что-то, то ли дела. Апостол Павел говорит, покажите в вере вашей. На деле покажите, не на словах. Покажите в вере вашей. Добродетель, добродетель и рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание и терпение, в терпении и благочестие, благочестие и братолюбие, Братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. А в ком нет всего? У меня верующий я, но нет всего. Но тот слеп, Петр говорит, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья мои, будем стараться делать твердым ваше звание и избрание, ибо так поступая никогда не приткнемся, ибо так откроется нам свободный вход в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Вот за кем Христос возвратится, придет и возьмет нас к себе. Говорит, бодрствуйте и молитесь. Апостол Павел пишет фессалоникинцам, как это будет конкретно. Он расписал, как это будет. Вот. Четвертая глава. Они были обеспокоены, что люди умирали, а Христос еще не пришел. Ученики эту весть о Втором пришествии, они разнесли и до язычников донесли, что Христос придет скоро опять. И они ожидали, вот со дня на день должен прийти. Но тут умирали верующие, и они были обеспокоены. Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, и дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. То есть вот те, которые умерли, души у Господа водворились, да? И вот эти души вместе с ним придут на землю сюда. Я так из текста вижу. Ибо сие говорим вам Слово Господним, что мы живущие, те, которые будут жить, когда Христос придет за церковью, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, то есть не опередим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при глазе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Вот что будет, братья и сестры. Глаз Архангела при возвещении. Какое возвещение? Но это возвещение услышит. Кто-то раздался крик, вот жених идет. От кого она? От Ангела исходила? Или от самого Господа и зайдет? И при глазе Архангела, Ну, Архангела мы два знаем, третий был, но низвержен. Это Архангел Гавриил и Архангел Михаил. Гавриил обычно весть нес. И Мария, и Захария об Иоанне Крестителе. Может быть, он будет возвещать и при глазе Архангела и трубе Божьей. Божья труба прозвучит. Написано, блажен народ, знающий трубный зов. Вот этот трубный зов, когда в Откровении сказано, взойди сюда. Сам Господь сойдет с неба. Когда мертвые, вот души этих, соединяются с новым телом воскресшим, апостол Павел пишет в 15 главе, есть тела небесные, есть тела земные. Иная слава небесных, иная слава земных. И вот, когда эти души соединятся с новым телом, написано, сойдет с ним мертвый во Христе, воскреснут прежде, они воскресают, потом мы, оставшиеся в живых, мы вот живые, которые встретим Христа, вместе с ними восхищены будем на облаках. Ноги Христа в этот день пришествия не станут на землю. Встреча будет на облаках. Облако местной той встречи с моим Иисусом Христом, который любовью вечной назвался моим женихом. Пели Псалом. И вот это соединение, и так всегда с Господом будем, и так утешаете друг друга сими словами. Приду опять и возьму вас к себе. Мне дана всякая власть на небе и на земле. Вы людям обо мне рассказывайте. Вы людей ко мне приводите. Вы не стыдитесь благовествования Христова. Он говорит, я оставил вас на земле, чтобы вы напоминали о Господе. Напоминающий о Господе. Не умолкайте. Я скоро приду и возьму вас к себе. Я хочу, чтобы вы были там, где я, говорит наш Господь, любящий. Будем любить Его. Нам есть за что любить тому, которая дана всякая власть. Нам есть Его ценить за что. Это Он. Мы ни за что были проданы, а Он искупил нас дорогою ценою. Мы для Него бываем дороже. Вот кто мы есть, братья и сестры. Мы для Него дороже бывает, чем Он для нас. Вот что жалко. Поэтому мы и не горим этим ожиданием. Когда были трудности в жизни, гонения, помню, с каким усложжением, когда-то пели мы псалмы. Где ты, прекрасная, светлая, ясная, Родина вечная, отчизна моя? Мысли к тебе летят, ввысь устремляются, В синее небо направляю свой взгляд. Куда наши взгляды рвутся? К чему мы привязаны? Наше жительство на небесах. Откуда мы и ожидаем Спасителя нашего? Он говорит в Откровении, заканчивается книга Откровения, Библия заканчивается. Он говорит, ей гряду скоро. И церковь Ему отвечает, ей гряди, Господи Иисусе. Аминь. Помолимся. Наш милосердный Господь, во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя, мы к тебе приходим. Мы благодарим тебя, наш Иисус, за то, что ты, имеющий всякую власть на небе и на земле, был умолен и презрен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, за то, что ради нас, грешных, когда мы были еще нечестивые, ты пошел на крест, ты пострадал за нас, не тогда, когда мы праведники стали, но когда грешники были. Мы благодарим тебя, что сердце твое открыто для нас, и ты благоволишь к нам, ко всякому приходящему к тебе, Господи. Ты желаешь исцелить, простить, воскресить к новой жизни. Слава тебе, что ты нас многих воскресил уже. Молим, прости нас, Господи, и помилуй. Ради Христа прости нас, что мы мало тебя любим, что нет вот этого ожидания, этой жажды встречи с тобою. Многое еще на земле нас увлекает, чем-то ценим, что-то дорого еще здесь, что суета эта одолевает. Господи, прости и помилуй. Освободи, Господь, от вся этого бремени, от этой суетной жизни. Ты кровь за нас проливал. Ты сделай народ твой, церковь твою, ожидающий и желающий твоего явления. Чтобы мы возлюбили тебя, Господи. Чтобы мы жаждали этой встречи с тобою. И имея эту надежду, очищали себя так, как ты чист. Освяти нас, Господи, светом лица твоего. Просвети нас. Укажи каждому, что тебе не угодно в нас, что не достает еще в нас, для того, чтобы нам быть достойными встречи с тобою. Помилуй нас, Господи, народ твой, церковь твою. И в этих условиях даруй нам, Господь, стремление и желание к тебе, к слову твоему, к общению с тобою через молитву. Благослови и устрой, чтобы мы могли иметь собрание, чтобы мы могли совершить новый завет, вспоминая страдания твои. Тебе, Богу, поклоняемся, Господь, и молим тебя, если в эту ночь придешь за народом твоим, ты возьми и нас к себе, чтобы нам быть с тобою в небесах и прославить тебя, нашего Господа. Хвала тебе за все, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Когда в Твои слова вникаю, Христос, спаситель дивный мой, И так все глубже понимаю, что без Тебя я проземной. Ты есть слеза моя святая, а я лишь веточка Твоя. И сот для жизни получаю, я мой спаситель для Тебя. Ты есть слеза моя святая, Тебя, Богу, поклоняемся, Господь, Ты есть слеза моя святая, и снега, и снега, и снега, и снега. Хотят в душе покой. И потому мое желание Тебе, Христов, свой пребывать, Чтоб в жизни все мои деяния Твоей усилой совершать. Ты для меня ваза святая, А я лишь веточка Твоя. Твоими соками питаясь, Дай пребывать в Тебе всегда. Ты для меня ваза святая, А я лишь веточка Твоя. Твоими соками питаясь, Дай пребывать в Тебе всегда. Братья и сестры, слава Господа! Еще за это служение, за те слова Господни, Которые мы слышали сегодня. Мы слышали много о вознесении, Об ожидании, о том, чтобы мы не отягощались С заботами житейскими, Чтобы мы были готовы к встрече с Господом. Я вспомнил текст Нового Завета. Знаете, там говорится о такой категории людей, Страшной довольно, говорится, Враги Креста Христова. Что удивительно, это, может быть, Некоторые из вас подумали, Это, наверное, блудники, воры, убийцы. Там так интересно написано, Что это люди, которые мыслят о земном. Те, которые мыслят о земном. И мы с вами, слушая эту историю вознесения, Прекрасно понимаем, Что без Голгофы вознесения никогда не было бы. И наше с вами вознесение, братья и сестры, Должно пройти вначале через Голгофу. Мы должны пройти этим путем вместе с Господом нашим, Чтобы действительно быть достойными вознесения. И пусть Господь благословит нас и сегодня, Рассуждая об этом празднике, Помнить о том, как уже было сказано, Что наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы встанем, помолимся, Поблагодарим Господа и за это служение. Отец наш Небесный, Мы благодарим Тебя за Спасителя нашего, Господи. За то, что Он однажды вознесся назад И сидит одесную Тебя, Господи. За то, что послал Духа Святого, Который пребывает с нами, Который научает нас, Который обличает нас, Господи. Мы благодарны за это дело спасения, Которое Ты совершил, За то, что Ты и нам показываешь путь к вознесению, Через Голгофу, Господи. Помоги действительно не отягощаться заботами житейскими, Но ожидая пришествия Твоего, Надеяться на Тебя, Господи. Ожидать и желать пришествия Твоего. Ей гляди, Господи Иисусе. Видишь все наши нужды, Господи, Наши проблемы, Все полагаем пред ноги Твоей, Господи. И наше желание собраться на служение вместе, Господи. Совершите эту заповедь. Еще раз помни Твои страдания, Твой голгофский подвиг, Господи. Радоваться вместе, общению друг с другом и с Тобою. Пошли Твоего благословения в этом, Господи. Благослови братьев, служителей, Господи. Когда мы будем принимать решения, Пошли в ведение от Тебя, Господи. Благослови всех членов церкви, По домам, где находятся, Господи. Сам видишь нужды и материальные, и духовные. Пошли каждому по нуждам, Господи. Помоги нам действительно быть сильными в Тебе. И в этот час мы просим, чтобы благодать Твоя Она пребывала с нами. За все Тебя благодарность и слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok